Проживая в Атланта, Георгия, я проводил программы в University of Georgia, UGA, и познакомился там с профессором по философии Эдвардом Халпером. Он мне говорил, иногда после окончания семестра ко мне подходит прилежный студент-отличник и говорит, спасибо большое, я получил такое наслаждение от вашего курса. — Тогда я понимаю, — говорил мне Эд Халпер, — что для этого ученика семестр был потерян. — Цель моих классов, — продолжал он, — это не доставлять людям наслаждения. Я хочу заставить вас думать о глобальных вопросах. — Терзание — это не наслаждение. Я хочу, чтобы вы переосмыслили ваши жизненные позиции, чтобы вы не спали ночами. Наслаждение? — Профессор Эд Халпер, соблюдающий евреи, имеющие еврейское образование. Вероятно, это также повлияло на его подход к философии. Он в том, что он говорил, отражал слова любавического Рэбе. Когда кто-то в разговоре с Рэбе назвал хасидизм хасидской философией, Рэбе сказал, что под философией люди, как правило, понимают теоретические концепции, оторванные от практики. — В такую философию я не верю, — говорил Рэбе. — Я верю только в идеи, которые меняют жизни людей. Зачем задумываться о сложных темах мироздания, вопросах истины, этики, добра и зла? Есть люди, которых это занимает, но большинству это неинтересно. А если даже эти вопросы кого-то волнуют, то ими можно заняться на досуге, когда вы закончили заниматься всем, что действительно важно. Ваш успех в жизни во многом определяется тем, насколько вы верите в себя. Ваши отношения с другими людьми основаны на том, что вы думаете о людях в целом. То, как вы прозыпаетесь утром, зависит от того, что вы думаете о мире вокруг. Мы всегда слышим, что нужно верить в себя. В какой-то мере в себя верят все, иначе бы мы просто не делали ни одного шага. Но насколько во мне сильна эта вера в себя, моя жизнь постоянно испытывает эту веру. Мне на каждом шагу приходится задумываться о том, что я могу, а что нет, что в моих руках, а что нет. Все, что я делаю, определяется этими решениями. То, насколько эта вера сильна, будет всегда основываться на том, откуда эта вера происходит, на чем она базируется. Как глубоко я в ней убежден, насколько я ее обдумал. Вот тут вопросы философии становятся очень практическими. Люди, обдумавшие эти вопросы, будут смотреть на себя совершенно по-другому. На сайте хаббат.ру скоро начинается онлайн-курс под названием «Можно ли уйти от судьбы», читающейся вашим покорным слугой. Этот курс о том, что в нашей жизни в наших руках, а что предписано заранее. Что я могу изменить, а что контролируется условиями. Я надрессирован своим воспитанием, как собака Павлова. Я запрограммирован природой. Я завишу от внешних условий. И при этом я ставлю перед собой задачи. Но мои природные данные могут не позволять мне их достичь. Мое окружение может не дать мне их добиться. Так как я могу быть уверенным в себе? Может быть, я просто принимаю желаемое за действительное? У большинства из нас есть какие-то идеи на эту тему. Но при том, что наша жизнь постоянно испытывает нашу уверенность в себе и в своих решениях, общих представлений на эту тему может быть недостаточно. Курс «Хаббат.ру» «Можно ли уйти от судьбы» может помочь вам в вашей жизни. Он предоставляется бесплатно, но требуется запись. Посетите хаббат.ру. H-A-B-A-D dot R U Субтитры создавал DimaTorzok